Друзья, добрый день, меня зовут Юрий Шаров, я работаю арбитражным управляющим, то есть специалистом по судебному списанию долгов у граждан и банкротству предприятий и индивидуальных предпринимателей. В этом видео я хочу вам рассказать о том, какие сделки будут испорены в процедурах банкротства. Итак, довольно часто распространены ситуации, когда гражданин, например, имея имущество стоимостью в 1 миллион рублей, продает его знакомым или родственникам за 50 тысяч рублей. Срок испарения таких сделок составляет 1 год. Специалисты называют это неравноценным встречным исполнением. Это та ситуация, когда покупатель платит значительно меньшую стоимость от цены этого имущества. Вторая ситуация, это когда гражданин-должник, имея задолженность по кредитам, не платит по ним, продает ликвидное имущество, причинает таким образом ущерб своим кредитурам. То есть, например, у человека есть автомобиль, он по кредитам не платит, продает его, не выплачивает по кредитам. В результате осуществления этой сделки, эти сделки называются спаримыми, они не причиняют ущерб кредитурам. Срок испарения таких сделок 3 года с момента введения в отношении вас процедуры банкротства, а точнее, с момента, когда заявление попало в арбитажный суд и возбуждено производство по нему. Это два наиболее распространенного случая, когда сделки испариваются в процедурах банкротства граждан. Если же у вас остались вопросы по этой теме, я буду рад на них ответить. Пишите две личные сообщения. До новых встреч, друзья!